Ведущая передача «Уголовный процесс» Литвинова Софья Владимировна, адвокат, член коллегии адвокатов «Альфа». Добрый день, уважаемые зрители! Позвольте вам представить вновь нашу гостю Кубрикову Марию Евгеньевну, кандидата юридических наук, судью Заднепровского районного суда города Смоленск. Здравствуйте, Мария Евгеньевна! Добрый день! И я вас пригласила для того, чтобы продолжить обсуждение статьи вашей, опубликованной в 11 журнале «Уголовный процесс» за 2024 год «Банкротство потерпевшего или подсудимого. Две проблемы на практике». И мы с вами уже банкротство потерпевшего обсудили, а хотелось бы перейти к банкротству подсудимого. Расскажите, пожалуйста, тонкости и проблематику этого вопроса. Вопрос признания подозреваемого, обвиняемого или подсудимого банкротом до сих пор не нашел своего закрепления в действующем уголовно-процессуальном законодательстве. Отсутствуют по данному поводу какие-либо разъяснения и в постановлениях Пленума Верховного Суда. Между тем, 15 мая 2024 года Президиумом Верховного Суда был утвержден обзор судебной практики разрешения споров о несостоятельности банкротства за 2023 год, где в пункте 14 было указано, что приговор, вынесенный в отношении должника за преступление, совершенное по неосторожности, сам по себе не препятствует освобождению этого лица от долгов применительно к положениям закона о банкротстве. При этом Верховный суд особо указал, что основная цель Института банкротства физических лиц – социальная реабилитация добросовестного гражданина, предоставление ему возможности заново выстроить экономические отношения, законно освободившись от непосильных для него обязательств. Ну и вот данный обзор подвиг меня на написание данной статьи в части именно банкротства подсудимого, поскольку возникают проблемы с разрешением гражданского иска по уголовному делу. Дело в том, что в большей части, как правило, судьи, рассматривающие уголовные дела, оставляют гражданские иски без рассмотрения. И вот знаю, что на практике заканчивается это следующим образом. Гражданские иски выделяются из уголовного дела, направляются для рассмотрения судим в гражданские коллеги. Соответственно, судьи принимают, и потом выясняется, что лицо находится ответчик, находится в стадии банкротства. И тогда единственный выход из этой ситуации – оставлять иски без рассмотрения, поскольку истец должен обращаться с заявлением о включении требования в реестр кредиторов. Но, как правило, поскольку по времени расследование уголовного дела, судебное разбирательство, вот этот процесс выделения гражданского иска, его рассмотрение до стадии оставления без рассмотрения – это длительный период. И тогда кредитор пропускает срок включения в реестр. И вот мной даже было подготовлено заявление, поскольку многие практики, к сожалению, этого не знают, имея специализацию только в уголовном процессе, в качестве образца заявление об установлении и включении требований в реестр кредиторов. С тем, чтобы наши читатели могли ознакомиться, я думаю, с вашей помощью, Софья, мы сможем это прикрепить и данным видео. И чтобы читатели и зрители смогли ознакомиться, и хотя бы в просветительских целях уже понимать, что есть такая возможность все-таки еще, ну, так сказать, успеть в последний вагон уходящего поезда и хотя бы включиться кредиторами, успеть и получить хоть какое-то имущество. Потому что третья очередь, ну, если моральный вред, то там можно вести речь уже о первой очереди, но так в основном имущественные требования – это третья очередь, и хотя бы включиться и не остаться вообще за очередью. Реестром. Да, реестра. А если мы будем рассматривать дела о ДТП или о причинении вреда, или же о невыплате заработной платы, то эти лица могли бы включаться в более ранние очереди, первую, третью, а ни в коем случае не за реестром. Но незнание потерпевшими законодательства и надежда на правоохранительные органы приведет к тому, что они просто могут не получить никакого возмещения. Да, конечно. Если касается выплат в связи с повреждением жизни здоровья, то тогда речь идет о первой очереди. Но я в качестве примера такой очень простой случай привожу по имущественному требованию в третью очередь. Но, разумеется, это же образец, его можно использовать универсально, в том числе и для любых других требований. И вот рассматривая все-таки вопросы уголовного процесса, то хотелось бы сакцентировать внимание, что у нас все-таки нормы, регламентирующие, вот статья 309 УПК РФ, регламентирующая оставление иска без рассмотрения или выделение его в гражданское производство, данные нормы не менялись. А, соответственно, законодательство о банкротстве, оно меняется регулярно, учитывая увеличивающееся ежегодно количество банкротств. И, исходя из этого, получается такой немножко пробел в законодательстве, когда у нас УПК не поспевает за теми новыми складывающимися правовыми отношениями, в том числе в связи по поводу банкротств. И поэтому у судей, рассматривающих уголовные дела, нет возможности оставить гражданский иск без рассмотрения именно по причине того, что подсудимый находится в процедуре банкротства. И чтобы сразу потерпевшим разъяснять не то, что они должны идти в гражданский суд и там доказывать свою позицию, а идти в арбитраж именно в другом порядке с заявлением о включении своих требований в реестр кредиторов. Что, соответственно, их нацеливать на это, чтобы не тратить время. Или, по крайней мере, уже когда выясняется этот вопрос в ходе судебного разбирательства, а может быть даже и поставить вопрос о том, что это обстоятельство должно выясняться в ходе и судебного разбирательства, и предварительного следствия. Потому что ведь задача стоит, в том числе возместить потерпевшему ущерб. А если такая задача стоит, то как ее решать? Значит, нужно выяснять, обошел ли он в процедуру банкротства или нет. А подсудимому, конечно, невыгодно рассказывать о том, что он находится в процедуре банкротства, потому что таким образом потенциальный кредитор не узнает. И это тоже такой путь обхода, избежать гражданской правовой ответственности. Да, хотя он вроде бы вполне легальный, он рассказывать об этом не обязан, его закон не обязывает. Следователи нашей суды тоже вроде бы не обязаны выяснять. Поэтому все-таки, наверное, вот стоит вопрос о том, чтобы все-таки какие-то изменения, или может быть даже не изменения в закон, а какие-то разъяснения, чтобы, может быть, выпустил пленум Верховного суда, или в тех же обзорах обратил на это внимание, что эти вопросы нужно выяснять. В том числе и через открытые ресурсы, например, те же федеральные ресурсы, списки банкротств, чтобы банкротов, да, чтобы по ним проверяли и смотрели. Но если нет, то тогда мы ориентируем адвокатов, которые смотрят данный подкаст, с тем, чтобы они проверяли данные списки, смотрели и помогали своим клиентам добиться истины. Мария Евгеньевна, а вот такой вопрос. Если уголовный суд рассматривает дело и в рамках вынесения приговора решает вопрос по гражданскому иску, не обладая сведениями о том, что подсудимый находится в банкротстве и выносит решение, в котором признает права потерпевшего и какую-то сумму взыскивает, ценную сумму взыскивает. Но у нас физическое лицо подсудимого с юридическим лицом не может быть. И когда он уже признается банкротом, если мы берем судебное банкротство, вот он уже признан банкротом. И ситуация в том, что если нету оспоримых сделок, процедура закончена. А если там нет вреда здоровью, если там нет алиментных обязательств, куда идти нашему потерпевшему с его решением, даже если он получит в суде общий юридикт, исполнительный лист, но лицо уже признано банкротом. И все ранее бывшие, имевшие место обязательства, гражданско-правовые, которые не касаются текущих вот алиментных обязательств, содержания родителей, детей, то что же делать? Получается, опять дыра в законодательстве? Да, ведь потому что, когда лицо уже по нему заканчивается, процедура банкротства, дело закрывается, суд арбитражный, он освобождает от ответственности по всем обязательствам. И, соответственно, если приговор попал в тот период, когда еще дело не было закрыто, то получается, оказалось, что все, уже потерпевший возместить ничего не сможет и исполнить не сможет, потому что решение суда состоялось об освобождении. Опять-таки, что делать? Получается, освободили. А если приговор состоялся все-таки после, то некоторые рассматривают это, но раз он после состоялся, значит, рассматривать его как текущий. Но, конечно, должник начинает оспаривать, но как же он текущий, если об этом-то было уже и раньше известно, отношения сложились намного раньше, еще до процедуры банкротства. И, получается, надо было это все рассматривать в процедуре банкротства. И мы опять здесь возвращаемся к неким срокам давности и к той позиции Конституционного суда, который сказал, вам ничего не препятствует решать все в порядке гражданско-правовых отношений. Поэтому вот здесь в данном случае все-таки, наверное, потерпевшего надо ориентировать на то, чтобы он не уповал на результаты расследования уголовного дела, которые могут затягиваться крайне долго, а все-таки, наверное, параллельно пытался защитить свои права гражданско-правовым путем и все-таки держал руку на пульсе относительно возможного банкротства. Потому что подсудимый или еще в стадии подозреваемого обвиняемого он очень активно защищается, ему закон это позволяет. Но вот потерпевшие у нас тоже, будучи и гражданский истец, они должны очень активно защищаться, потому что, ну, к сожалению, в виде пробелов законодательства может произойти так, что ущерб не будет возмещен. Если мне память не изменяет, то в ежегодном отчете уполномоченный по правам человека даже приводил статистику, что-то до 20%, около 20% всего лишь возмещается ущерб потерпевшим в Российской Федерации. Но это же совершенно мизерный процент по сравнению с теми размерами ущерба, которые ежегодно фиксируются в отчетах МВД. Поэтому, конечно, проблема очень остро стоит. И, конечно, я в статье затронула всего лишь маленькую толику того, что только может быть и какие на самом деле негативные последствия. Вот мы даже на две части разбили наше интервью, потому что действительно можно говорить, одно цепляется за другое, так вот нанизывается. И это действительно проблема очень-очень острая. И если просто не обращать на нее внимание, о ней не говорить, но она не будет решаться, исходя из тех цифр и той статистики, которую я в первой части приводила. Ну, Мария Евгеньевна, я очень надеюсь, что вы продолжите работу в этом направлении, потому что практика наша самая удивительная. И ведь у нас, получается, и банкротов также привлекают к уголовной ответственности за преднамеренное банкротство, за неправомерные действия по банкротству. И даже потерпевшие, которые в последующем являются банкротами, также могут стать подозреваемыми. И поэтому ситуации могут разворачиваться в разные стороны. Но я надеюсь, мы дождемся новых публикаций, будем освещать более детально вот эту тему прямо пошагово, потому что тема необъятная и очень-очень интересная. Ну, будем просвещать наших зрителей и читателей. Надеюсь, им это будет интересно. Благодарю вас и надеюсь до новых встреч. С вами была ведущая адвокат Софья Литвинова в совместном проекте адвокатской коллегии «Альфа» и журнала «Уголовный процесс». До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok